здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня я вам покажу в такую вот жилеточку девчонки совершенно волшебную по моему мнению которую я обнаружила на сайте n&m новинка вот что хочу сказать жилечка простейшая простейшая но со своей изюминкой вот там такое закрытие петель интересные вот и все по сути только закрытие петель интересны а так она на и простейшая при том поводу этой железочки можно сказать что красота в простоте вот правда во первых универсальная вот как представлена на сайте хоть под под рубашку хоть без ничего как топ использовать совершенно к разным одежкам вот как хотите и мне кажется без возраста это жилет девчонки вот правда без возраста без возраста у универсальный максимально универсальный значит что у нас у нас основная деталь которую я бы рекомендовала вязать круговую вот то есть ширину петель по вашей окружности бедер набираете и вяжите резинкой 2 на 2 вот все очень просто до проймы здесь вот начинается самое интересное здесь у нас v-образные вырез если смотря рассматривать спинку то это классический вариант закрытия спинки да на нем я останавливаться не буду что же касается переда значит петли разделять я бы рекомендовала сначала основывать на перед потому что по центру у нас должна одна полоса которую мы то есть лицевые 2 лицевые петли как видно как бы на фотографиях которые у нас разделяются на две кромочные то есть в каждой половинке это две кромочные и еще одна полоса лицевой глади у нас идет как элемент декора что здесь является одна лицевая полоса элементом декора вот далее сокращение у нас идут вот здесь вот вот таким вот интересным образом здесь их три штуки я так вижу но это тоже зависит девчонки от вашего размера смотрите сами вот здесь рукав никак не от не обрабатывается вот никаких вам обвязок ничего вот здесь я нарисовала болтаю рисуюсь туда не надо это все не надо это я это здесь надо вот эти вот убавки на образные вырез они у нас тоже идут после вот этой вот полосы вот узор понятное дело я показывать не буду я просто покажу как сделать эти убавки красиво вот тут тоже девчонки тут тоже нечего объяснять здесь просто мы делаем три убавки в за один раз там убавляется 4 петли это значит что бабки мы делаем в каждом десятом ряду вот здесь вот три штуки через десять рядов по спинке или четыре штуки и три по спинке чтобы спинка была чуть шире вот вот и все девчонки в каждом десятом здесь же мы в каждом восьмом я бы сказала да здесь чуть по почаще они здесь каждом восьмом мы делаем эти убавки и вот вот по спинке корректируем количество этих убавок потом сшиваем только плечевой шов при том петля в петлю и обвязываем горловину в резинка один на один так единственно что хочу вам показать так это эти убавки значит за основу я возьму вот у меня будет конечно не симметричная просто произвольной вот эти три лицевые полосы я просто покажу как разделять вот здесь вот они у нас будет вот центральная часть и 2 как бы завершающие ну украшающие так значит вот это здесь мы разделим это у нас будет как элемент украшения а вот это уже пойдет на сокращение это значит что здесь вот мы перри сокращаться будут вот эти две полосы то есть раз два три 4 петли значит вот она у нас будет ведущая и перед ней нам нужно сократить вот эти две изнаночные петли которые здесь я их сокращаю то есть провязываю изнаночной вот с этой то есть здесь у нас получилось в изнаночном ряду мы убрали эти две лицевые которые находятся у нас между вот этими двумя лицевыми сейчас я покажу для чего так вот эти две петли у нас как украшение элемент украшения потом две лицевые и 1 изнаночная вот из этой центральной которая у нас как бы в оригинале исчезает вот эта центральная ведущая здесь же мы вяжем вот эти четыре петли вернее не 4 6 петель после кромочной у нас остается неизмены при этом это и в пройме и в вырезе то есть от кромочной 6 петель у нас просто кажется все сокращения идут здесь значит если у нас левая правая полочка вот смотрите вот эту петлю нам нужно одеть сюда а вот эту вторую сюда это конечно не значит вот так бог его знает как сейчас попробую так вот и теперь вот эту вот вторую сюда сюда вот понятно что эти две они оделись на вот эти две может сумбурно но вот по-другому я не знаю как объяснить и провязываем их по 2 вместе то есть таким образом мы сократили 4 петли вот 2 и здесь 2 и осталось вот только две вот эти вот ведущие теперь вяжем 10 рядов и делаем то же самое вернее если это v-образный вырез то мы вяжем мы вяжем 7 рядов и в восьмом делаем то же самое я сейчас покажу еще как перебросить на второй полочке потому что у нас она получается как бы слева направо и справа налево ну как обычно как мы провязываем сокращение так здесь здесь уже нам нужно другую нить да потому что это у нас разделенные полочки значит здесь у нас кромочная но пока я провяжу теперь у нас 6 петель которые мы не трогаем 2 3 4 5 6 здесь вот смотрите то же самое 1 2 изнаночная и ею мы закрываем вот эти две лицевые мы их убираем потому что там бы нам пришлось очень много всего сопоставлять складывать такой канал конструктор чтобы получилось такое закрытие как именно в оригинале это я пытаюсь повторить то что в оригинале и вот запинаюсь бэка и мы как вам здесь пытаюсь вам рассказать то что сама не совсем понимаю но пытаюсь сложить не вернее я понимаю но пока еще руки к этому не привыкли да если бы я их сделала эти закрытия хотя бы раза четыре я бы уже их как бы руку руку набила вот теперь у нас вот эти вот вот эти вот нам нужно переместить опять же сюда и туда то есть сейчас покажу то есть эти у нас перемещаются слева направо а эти справа налево что мы будем делать значит вот это у меня идет вот так и вот так вот вот эту я сняла и третью а вот эту вот перекинула сюда вот теперь вот будет все правильно возвращаю провязывая эти две и эти две все теперь мы этими двумя перекрыли вот эти вот две так как а этими то есть слева направо левыми мы перекрыли право правые а здесь справа налево правыми мы перекрыли левые петли ой боже мой так вроде бы как разобралась девчонки прокрутите пять раз поймете если на замедленные на 075 поставьте или 05 посмотрите куда я перебрасывал а теперь что важно в этих как бы перебросах вот этим мы используем здесь и здесь а вот этим мы используем здесь и здесь вот то есть тот первый который я показывала мы используем вот здесь и здесь а вот эти вторые вот здесь и здесь Конечно, я же говорю, геморройно сначала, ой, извините за слово, но потом результат, кстати, эти убавления такие интересные, они вам пригодятся еще, потому что они дают вот эту вот именно фишечку такую интересную, вот, поэтому стоит их научиться делать. Вот и все, девчонки, вот, весь мастер-класс. Ну, если мы хотим, конечно, мини-версию, то мы голосуем в комментариях, пишем, оставляем свое мнение, мини-версию я свяжу, большой вязать не буду, но с удовольствием свяжу вместе с вами и разберем подробно. Все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика и Школа Рукоделия, всем пока-пока!